Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный шоколадный торт с шоколадным кремом Cheese. Такой торт прекрасно подойдет на Новый год, день рождения или любой другой праздник. Сначала приготовим шоколадные бисквиты. Для этого смешаем 180 грамм жирной сметаны с одной чайной ложкой соды и отставим в сторонку. В другой емкости смешаем 250 грамм муки, 50 грамм темного несладкого какао, 1,5 ложечки разрыхлителя, это 7 грамм. Все хорошо перемешаем до однородного состояния и теперь замешаем тесто. В миску выбиваем 3 яйца, к яйцам добавляем 220 грамм сахара и 1,2 чайной ложечки соли. Все взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна хорошо побелеть и увеличиться в 2-3 раза. У меня обычно на это уходит 5-6 минут. Друзья, а пока я взбиваю, не забудьте подписаться на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Добавляем сюда 100 миллилитров растительного масла без запаха и перемешиваем миксером. Сильно взбивать не нужно, просто немного перемешать. Сюда же добавляем подготовленную сметану с содой. Реакция сметаны и соды уже произошла. И добавляем по вкусу экстракт ванили. И еще раз перемешиваем миксером. И сюда же начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты. Муку, какао и разрыхлитель. Кстати, если вы пользуетесь только содой, то для приготовления этого бисквита понадобится 1,5 чайной ложечки. Муку нужно обязательно просеять, чтобы не получилось никаких комочков. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы никуда ничего не разлетелось. И затем включаем миксер и продолжаем перемешивать на низкой скорости. Муку просеиваем частями, не всю сразу. Одновременно начинаем подливать 100 мл молока. Молоко должно быть комнатной температуры. Перемешиваем все еще раз до полной однородности. Консистенция теста должна получиться, как густая сметана, не слишком жидкая. Оно стекает ленточкой с лопатки. Обратите внимание. Подготавливаем форму. Размер моей формы 20 см диаметром. Застилаем ее пергаментной бумагой и смазываем кусочком сливочного масла. И переливаем тесто. Духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Разравниваем тесто немного по поверхности. И отправляем запекаться примерно на 40-45 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовому бисквиту даем полностью остыть и только потом достаем его из формы. Убираем пергаментную бумагу и обрезаем образовавшуюся шапочку. Затем заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник отлежаться. На несколько часов, а лучше на ночь. Это нужно, чтобы влага распределилась равномерно по всему бисквиту. И нам затем легче было с ним работать, а именно разрезать его на нужное количество нам коржей. Я это делаю с помощью ножа и нитки. Отмечаю линию отреза, продеваю нитку и разрезаю вот таким образом коржи. Все получается очень ровненько и аккуратно. И теперь приготовим крем для торта. В этот раз я выбрала шоколадный крем-чиз. Получается он очень вкусный и готовится довольно просто. Понадобится небольшое количество ингредиентов. Для этого я наломала на кусочки 200 грамм темного шоколада и растопила его в микроволновой печи короткими импульсами по 30 секунд. Также это можно сделать на водяной бане. Раступленный шоколад перемешиваем до однородной и гладкой консистенции. Это очень удобно делать с помощью силиконовой или деревянной лопатки. И отставляем полностью остыть до комнатной температуры. И в другой емкости смешиваем 200 миллилитров жирных сливок и 400 грамм творожного сыра. Добавляем 50 грамм сахарной пудры. Желательно добавлять именно сахарную пудру, а не сахар. И начинаем взбивать миксером до загустения. Этот процесс может занять у вас примерно 5-10 минут. Все зависит от мощности вашего миксера. И когда на поверхности начинает оставаться вот такой заметный след, значит сливки достаточно взбиты. Добавляем в них растопленный и уже остывший шоколад. И перемешиваем миксером еще раз до полной однородности. Взбиваем на низких оборотах. Масса должна получиться однородная и кремовая. Затем я еще раз немного прохожусь с помощью лопатки. Обратите внимание, какой красивый получился этот крем. И получается он очень вкусный. И теперь приготовим шоколадную глазурь для покрытия торта. Для этого я наломала на кусочки 100 грамм шоколада. И добавила 100 грамм сливочного масла. Растопила все это в микроволновой печи. И затем все тщательно перемешала в центре силиконовой лопаткой. Масса должна получиться глянцевая и однородная. Отставляем ее полностью остыть. Собираем торт. Подложку смазываем небольшим количеством крема и выкладываем первый корж. Пропитываем его подготовленной пропиткой. Полное количество ингредиентов для пропитки и для торта я вам оставлю в описании под видео. Сверху устанавливаем кондитерское кольцо и ацетатную пленку. Вместо ацетатной пленки можно воспользоваться обычной пищевой пленкой. Небольшое количество крема, 3-4 столовые ложки, я сразу откладываю, чтобы смазать торт им позже. Оставшийся крем делю на две части и первую половину выкладываю на первый корж. Все аккуратно разравниваю и выкладываю второй корж. Опять пропитываю корж пропиткой и выкладываю оставшуюся часть крема. Крем полностью разравниваю. Это можно делать с помощью ложки или шпателем. Делайте как вам удобнее. И затем выкладываю последний третий корж. И третий корж совсем немного смазываю кремом. Небольшим количеством. И сверху выливаю уже остывшую шоколадную глазурь. Блюдо немного поворачиваю так, чтобы глазурь распределилась равномерно по всей поверхности торта. Накрываю торт пищевой пленкой и убираю в холодильник хорошо пропитаться. Затем достаю, убираю ацетатную пленку и немного подравниваю торт оставшимся кремом. Смотрите, как красиво уже получилось. Можно даже оставить так, а можно подравнять. Я немного подравниваю торт кремом, который мы откладывали. И теперь осталось украсить наш торт. Я выбрала украшения к Новому году. Дольки мандаринов, ломтики киви и красная смородина. Можно воспользоваться другими фруктами или ягодами. По сезону или по вкусу. Также это могут быть шоколадные конфеты. Все по вашему вкусу. Торт получается очень вкусный, очень сочный. Обязательно попробуйте приготовить. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Берегите себя и своих близких.